Всем привет, меня зовут Саша, и я рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео 10 методов, которые помогут облегчить вашу учебу. То есть в этом видео я собрала все лайфхаки, советы и также методы, которые помогут вам начать качественно учиться, то есть как делать быстрее домашнее задание, как эффективно подготовиться к контрольным и как все успевать во время учебы. То есть мои видео это сбор всего самого полезного для учебы, так что надеюсь, что вам понравится, потому что действительно старалась и подбирала эти советы. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. После того, как вы прочитаете учебник, то выписываете конспекты, делаете для себя какие-то пометки или хотя бы перечитаете параграф несколько раз, потому что если вы просто прочитаете новую тему, то вряд ли оно закрепится в голове. В принципе, важно записать главные аспекты этого параграфа, чтобы у вас отложилась уже какая-то часть этого материала, чтобы потом перед контрольной не приходилось все лихорадочно учить. Это будет гораздо сложнее. Чем вы просто сейчас поработаете с параграфом, выпишите отсюда ключевые слова, ключевые моменты, и в дальнейшем вам будет легче готовиться к контрольным. В учебнике я люблю отмечать карандашом что-то важное, конечно, потом я это стираю, а если это ваш учебник, можно вообще практически все отмечать что угодно, потому что вам не придется потом вызывать библиотеку. Сейчас я на самом деле не могу жить без конспектов, я их очень люблю делать, и к 11 классу, я думаю, у меня это начало хорошо получаться. Сейчас я вам также покажу параллельно примеры моих конспектов, и я ими в принципе довольна. Делаю их на, конечно же, разные темы, но уроки нам дают какие-то конспекты, если у меня нет времени на того, чтобы его оформить, то я это делаю дома. То есть оставляю место для заголовка или пишу его карандашом, а потом дома все красиво оформляю. Но красивое оформление это, конечно же, не обязательно, вы можете просто написать хороший, простой функциональный конспект без каких-то излишеств, но зато он будет понятный, и в нем будет все самое главное. Что касается школьных конспектов, когда вы придете домой, то обязательно перечитайте конспект, как-то его проработайте, может, вы его дополните схемами или примерами из учебника, это может также запомнить новый материал или просто вспомнить старое, потому что на уроке иногда бывает такое, что учитель очень быстро диктует, и мы даже не задумываясь просто пишем конспект, но потом желательно, конечно, дома его перечитать. Третий совет — сохраняйте все свои конспекты, записи, контрольные и самостоятельные работы. Бывает же такое, что нам выдают контрольные самостоятельные на отдельных листочках, и мы как бы их можем забрать домой. Я заметила, что некоторые их просто выкидывают, но по важным предметам я предпочитаю все-таки оставлять эти листочки. Например, у меня есть тетрадь с прошлого года по литературе, где мы писали все итоговые сочинения, когда тренировались, и вот эта тетрадь сейчас мне в этом году особенно понадобится, когда я буду готовиться к итоговому сочинению. То есть у меня есть примеры хороших работ и плохих работ, я могу как-то их сравнить и понять, что мне нужно доработать в дальнейшем в своем сочинении, какие ошибки мне не нужно допускать. Наша учительница их оставила с прошлого года и только в этом году отдала нам, но, возможно, если бы она у меня была дома, я о ней как-то забыла, выкинула ее или потеряла. Поэтому это очень полезно — сохранять какие-то листочки. У меня даже недавно я находила с шестого класса, с седьмого класса контрольные по алгебре. Конечно, их выкинула, но в прошлом они мне пригождались и помогали как-то анализировать свои ошибки. Также, что касается конспектов с прошлых годов, я советую вам всегда оставлять после учебного года свои тетради. Если вы оставили все конспекты с прошлого года, то скажите, они вам пригодились в этом году? Лично мне — да. Например, по таким предметам, как химия, физика, некоторый материал повторяется в этом году. Если ты хочешь что-то повторить или вспомнить какую-то тему, возможно, которую ты не помнишь, то это будет очень классно, чтобы заново не пересматривать видеоуроки и тратить на это огромное количество своего времени. Можно просто взять свой понятный и уже четкий конспект и перечитать эту тему. Сейчас я хочу вам показать несколько примеров моих конспектов, и также здесь у меня есть моя контрольная. Если кому интересно, у нас 15 балли с темой, 11 — это пятерка, а там дальше идет 5+, 7+, 6, 6, но это неважно. Здесь у меня какие-то мои ответы, это мы делали с листочком. Я могу повторить на свои ошибки и в дальнейшем не повторять вот этих ошибок. Это у нас было задание — соотнести понятия и определение. И вот таким образом это все выглядит. Ну и что касается тетрадок с прошлого года, я нашла просто две, которые первые в палец под руку. Это у меня, например, по геометрии. Как видите, у меня тут есть какие-то сечения с прошлого года, задания. Я их тоже оставила. Вдруг понадобится в этом году еще. Здесь у меня начинаются самые первые темы — это аксиомы стереометрии. Дальше идет очень много всяких задач. Также задач из ЕГЭ, которые потом я могу перерешать, также что-то вспомнить. Сечение. Также здесь есть тема довольно-таки сложная. Если мне понадобится, я могу ее, конечно же, повторить. А это у меня старая церковь по алгебре с 9 класса. Здесь у меня есть тоже много всяких листочков каких-то контрольных, что-то типа контрольных. Вот у меня здесь есть какая-то работа. Я вижу, не особо удачная, но все-таки она здесь есть. Ну и в самой тетради у меня содержатся все конспекты и все темы, которые мы проходили в начале 10 класса. Обязательно делайте флеш-карточки. Я вам уже рассказывала об этом методе, но расскажу еще раз, потому что флеш-карточки помогают так в изучении новых языков, так и просто в абсолютно любом предмете, будь то это химия, физика, русский, математика. С одной стороны флеш-карточки вы пишете по английскому слово, а с обратной стороны перевод. Я все эти карточки расписываю, выкладываю перед собой просто слово на русском и должна вспомнить слово на английском. Ну и делаю также наоборот. То есть эти карточки помогают быстрее и эффективнее запоминать материал, что касается и новых слов, и каких-то формул, что может быть по физике и химии. Иногда я делаю не флеш-карточки, а такие мини-опорные листы, как шпаргалки. То есть я пишу, например, все формулы, которые мы прошли за первое полугодие по геометрии, чтобы их запомнить и в дальнейшем не обращаться к учебнику. Лучше все-таки формулы держать в своей голове, потому что на экзамене вам их не дадут. Интервальное повторение. Не забывайте повторять ранее изученный материал, что вам очень пригодится при подготовке к экзаменам, таким как ОГЭ и ЕГЭ. Интервальное повторение это очень удобно и очень, я бы сказала, практично. Это лучше, чем потом в один момент повторять все темы вот так вот целиком и запутаться в них, и в вашей голове будет каша. Наверное, лучше раз в два месяца повторять все темы, которые вы прошли. Например, вот сегодня 1 октября, и я вспомню все темы, которые проходила раньше. Конечно, сейчас в начале года мы не проходили еще много новых тем особо, но они есть, и их тоже можно повторить, чтобы потом к этому не возвращаться. Но что касается ОГЭ и ЕГЭ, это, само собой, лучше, наверное, повторять и учить тему заранее в 8, 9 и 10 классе, чем в 11 классе похватиться и не знать, как писать жиши. Я, конечно, сейчас образно говорю, но я думаю, вы поняли, что лучше делать все постепенно, чем потом все делать в последний момент. Пользуйтесь онлайн-тестами перед контрольной. Вот, например, у вас будет контрольная, самостоятельная, даже тест по содержанию, и вы хотите себя как-то проверить, понять, насколько вы готовы к предстоящей контрольной работе. В этом вам поможет онлайн-тесты, их есть очень много в интернете, и, например, у нас по литературе есть такая тема, как тесты по содержанию. Они, конечно, гораздо сложнее, чем те, которые в интернете, но, мне кажется, у нас, скорее, это частный случай. В принципе, тесты в интернете помогут понять, знаете вы тему или нет, поэтому, если у вас какая-то тема по алгебре, по русскому, совершенно по любому предмету, вы набираете ее, заходите и пишите онлайн-тест, вам выходит какая-то форма, вы ее проходите, и потом также, в основном, там везде можно посмотреть ошибки. По крайней мере, я стараюсь находить тесты, где можно посмотреть решения и ответы, и таким образом я буду спокойна, что я могу хорошо написать эту контрольную, или же пойму, что мне нужно еще что-то подучить. То есть, составляйте тесты сами. Это хорошо тренирует вашу память на знания по предметам. Конечно же, у меня была такая практика, и могу сказать, что это реально эффективный метод обучения, потому что, когда ты вспоминаешь какие-то вопросы, интересные моменты, у тебя сразу же включается мозг, какая-то деятельность, ты начинаешь вспоминать полностью все темы, которые были, ну и, конечно же, так можно отработать материал по предметам. Можно учиться вместе с другом. Это поможет лучше запомнить или вспомнить изученный материал, и также можно решать вместе сложные задания, так вы поймете, что вы знаете хорошо, а что вам стоит еще повторить или отработать. Лучше, конечно, чтобы вы учились в разных школах, потому что у друга есть какие-то знания, у тебя есть какие-то знания, и вы можете обменяться и поделиться ими друг с другом. Кого-то учили одним способом, кого-то другим, кто-то уже прошел тему, а кто-то их не очень понял, поэтому таким образом вы можете помогать друг другу. Так можно вместе готовиться к экзаменам, не знаю, прорешивать несколько вариантов. Конечно, не советую это делать основной техникой обучения, но, в принципе, как по приколу, можно и поговорить с другом, и также с пользой провести время. Девятый совет — используйте Quizlet. Я думаю, возможно, вы знаете уже об этом сайте. Это реально очень классный сайт, на котором вы можете отрабатывать какой-то материал. Предположим, вам задали определение по биологии, всего их 10 штук, вы их туда вписываете, и сама система вам уже предлагает тесты, также флеш-каточки и много-много вариантов заданий на отработку этого материала. Так вы на 100% хорошо усвоите весь материал, потому что тестов там очень много, вы их прорешиваете, можете посмотреть свои ошибки, на сколько процентов вы их знаете. И так можно создавать блоки по разным предметам, разные сложности. И, честно говоря, этот сайт меня много раз вручал, поэтому вам я его тоже могу порекомендовать. Если вы готовитесь к экзамену по какому-то предмету, то советую вам уделять несколько часов в неделю на этот предмет. Это поможет постепенно и не спеша отработать материал, который вам нужен для этого экзамена. Это, конечно же, лучше, чем смотреть последние две недели до экзамена вебинары по 10 часов. Конечно, бывают исключения, но лучше не спеша и постепенно готовиться к экзаменам, узнавать что-то новое, отрабатывать свои ошибки, прорешивать пробники и потом уже спокойной душой уйти на экзамен, чем в последний месяц или последние несколько недель начинать подготовку к экзамену. Поэтому с этим делом не тяните, это касается и глобальных экзаменов ОГИГ, и так обычных своих экзаменов. Например, у нас часто бывают зачеты по геометрии, как экзамены в конце года. В декабре у нас также зачет и входной контроль по геометрии у нас также составляет из себя зачеты, то есть устный зачет и также письменный зачет. Итак, сейчас я вам рассказала о самых лучших техниках и методах обучения. Надеюсь, что что-то вы взяли для себя на заметку. Если что, тайм-коды будут в описании, и вы можете что-то пересмотреть или записать. Также в комментариях вы можете написать, какие видео на эту тему, на тему учебы вы хотели бы видеть на моем канале. Не забывайте также подписываться, и всем пока!